Украинцы, украинки, сильный народ нашей несгибаемой, прекрасной, единой страны. Сегодня исторический день. Мы возвращаем юг нашей страны, возвращаем Херсон. По состоянию на сейчас, наши защитники на подступах к городу. Остается еще совсем немного, и мы начинаем заходить. Но специальное подразделение уже находится в городе. Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается, и Украина всегда возвращает свое. Я счастлив видеть, как люди, несмотря на все угрозы, несмотря на репрессии и издевательства оккупантов, берегли украинские флаги, верили в Украину. И даже когда город еще не полностью очищен от вражеского присутствия, сами херсонцы уже убирают с улиц и зданий российскую символику и все следы пребывания оккупантов в Херсоне. Так же было и во всех других городах, освобожденных нашими защитниками. Так же будет и в тех городах, которые еще ждут нашего возвращения. Украина придет ко всем своим людям. Благодаря нашей силе на поле боя и дипломатии, мы восстановим территориальную целостность нашего государства. Благодарю каждого воина и каждое подразделение сил обороны, которые обеспечивают сейчас проведение этой наступательной операции на юге. Абсолютно каждого. От рядовых до генералов. Вооруженные силы, разведку, службу безопасности Украины, нацгвардию. Всех, кто приближал сегодняшний день для Херсонщины. Все фамилии героев мы назовем скоро. А еще их ждут награды. Вскоре после того, как наши силы и обороны выйдут на определенные рубежи, в Херсоне начнутся стабилизационные меры, как это было повсюду. Мы последовательно нейтрализуем опасность. Первое – мины. Окупанты оставили очень много мин и взрывчатки, в том числе на жизни на важных объектах. Будем очищать. Очень важно. Сейчас, когда разминирование еще не началось, мы не можем обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон. Следует разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты. Будем возвращать все условия нормальной жизни, настолько, насколько это возможно. Сразу за нашими защитниками идут полицейские, саперы, спасатели, энергетики. Возвращается медицина, связь, социальные услуги. Возвращается жизнь. Хочу отдельно отметить для тех российских солдат, наемников и коллаборантов, которых бросили в Херсоне и других городах юга. Единственный для вас шанс на спасение – это сдаться в украинский плен. Мы гарантируем отношение к вам согласно закону и международным нормам. И тем российским военным, кто переоделся в гражданское и где-то там прячется, хочу сказать, что вы не скроетесь. Все равно найдем. Не затягивайте это. Добровольно прийти в украинский плен – это единственный вариант для всех оккупантов. Провел сегодня очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. Первое и основное – это ситуация на передовой, конечно, с упором на развитие событий на юге. Но мы не снижаем внимание и к другим направлениям. Повсюду двигаемся, повсюду укрепляем позиции. Держим рубежи в Донецкой области. Отдельно на ставке рассмотрели ситуацию в энергетике и ход восстановительных работ. Прошлой ночью оккупанты нанесли очередной удар по нашей критической инфраструктуре. Именно поэтому в части страны сегодня утром и днем пришлось применить аварийное отключение электроэнергии. Но в большинстве городов и районов удалось вернуться к графику стабилизационных энергоограничений. И максимально активно работаем, чтобы усилить наши возможности защищать небо и восстановить все то, что оккупанты все же, к сожалению, разрушили. Говорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем. Проинформировал его о ситуации в Херсоне в целом на фронте. Поблагодарил за очередные шаги в оборонной поддержке. Согласовали развитие такого нашего сотрудничества. Конечно, обсудили подготовку к саммиту Большой Двадцатки. Очевидно, что Россия не думает о мире. Очередной террористический удар по Николаеву, уничтожение российской ракетой жилого дома – это четкое доказательство того, что на самом деле волнует Россию. Не как достичь мира, а как причинить наибольший вред. Не как начать настоящие переговоры, а как попасть ракетой или дроном во что-то в Украине так, чтобы украинцы страдали. Что ж, у Украины и мира есть сила, чтобы наказать террористов за все содеянное и вернуть мир. Мир на наших условиях. На нашей фандрейзинговой платформе United24 начался сбор средств для создания флота морских дронов. Я анонсировал, что это произойдет. Теперь каждый, и не только в Украине, но и в других странах, может приобщиться к строительству первого в мире флота морских дронов. Того, что может обеспечить безопасность нашей морской акватории. Первый морской дрон, на который собрали деньги менее чем за час, назвали Херсон. Совершенно логично. Второй морской дрон мы назовем Севастополь. Верю, что все это приближает и время освобождения Крыма. Встретился с литовской делегацией во главе со спикером Сейма Литвы. Символично, что ее зовут Викторией. И именно в этот день она у нас. Поблагодарил литовских друзей за помощь, за оборонную поддержку, которую получаем с начала российского вторжения. Обсудили широкий спектр тем. И дальнейшее взаимодействие в обороне, и наше восстановление, европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. И еще одно. Сегодня из российского плена освобождены еще 45 украинских защитников. Все бойцы вооруженных сил, солдаты и сержанты. Помним обо всех наших героях, которые еще в плену. Вернем каждого и каждую. Наша команда – Буданов, Ермак, Усов, Малюк, Лубенец и другие – работают каждый день, чтобы освободить всех наших людей из российского плена. Благодарю всех, кто заботится об Украине. Слава каждому и каждой, кто воюет за свободу. Вечная память всем, чью жизнь забрали оккупанты. Слава Украине!